Станет ли Турция членом Евросоюза? Ответ на этот вопрос сегодня пытались найти европейские дипломаты, которые собрались на встречу в Люксембурге. Нынешние переговоры на уровне министров иностранных дел стран-членов ЕС пришлись на непростой для Анкары период. В стране не стихают антиправительственные акции протеста. Жесткие действия властей в отношении манифестантов вызвали резкую критику со стороны Евросоюза. Турецкие власти, в свою очередь, обвинили европейцев в двойных стандартах о непростых отношениях Анкары и Брюсселя Владимир Унанянц. Европейские перспективы Турции. Главы МИД, государств-членов ЕС собрались в Люксембурге. Впрочем, прорывы аналитики от этой встречи не ждут. В обозримом будущем Турция не получит членство в Евросоюзе. И причина в том, что на самом деле этого не хотят ни в Брюсселе, ни в Анкаре. Если раньше европейцы твердили об открытых дверях, при этом требуют целого ряда важных уступок, сегодня стороны фактически поменялись ролями. Турки делают вид, что все еще стремятся в Евросоюз и под этим предлогом выторговывают себе поблажки у ЕС, отмечают аналитики. Брюссель уже невыгодно упускать Анкару со своей политической орбиты. На данный момент переговоры двух сторон ведутся не о вступлении Турции в Евросоюз, а о статусе Анкары по отношению к ЕС, уверены аналитики. Европа хочет видеть Турцию транзитной территорией, коридором для энергоносителей. Турки же добиваются статуса главного дистрибьютора азербайджанских, российских и иных углеводородов. Отличие в том, что за транзит полагались бы определенные комиссионные, и на этом бы дело закончилось. Однако турецкие амбиции нацелены на более серьезный статус. Анкара хочет приобретать газ на стороне, становиться его хозяином, а затем перепродавать его в Европу, получая при этом значительные экономические дивиденды и обретая роль весомого геополитического игрока. На сегодняшний день Турции членство в ЕС не светит, уверены наблюдатели. К примеру, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель откровенно заявила, Анкару не хотят видеть в Европейском Союзе. Впрочем, странам ЕС не следует прерывать переговоры с Турцией о вступлении. Такое мнение высказал глава МИД ФРГ Гидо Вестервелли, принимающий участие в плановой встрече министров иностранных дел ЕС в Люксембурге. Принимая решение об открытии новой главы переговоров, следует руководствоваться также стратегическими интересами Евросоюза. Разумеется, эскалация напряженности в Турции не является хорошим событием. Однако, с другой стороны, существуют долгосрочные интересы, поэтому необходимо вести переговоры. Официальные переговоры о вступлении Турции в Евросоюз начались в 2005 году. С тех пор стороны договорились лишь о 13 из 35 технических пунктов, которые должна выполнить Анкара, чтобы удовлетворять необходимые для членства в Евросоюзе условия. И то, что за 8 лет удалось полностью закрыть только один пункт, позволяет наблюдателям сделать вывод – европейское будущее Турции – далекая и весьма неопределенная перспектива.